Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко. Если вы считаете, что у вас высокий холестерин в крови, это уже норма, с этим ничего нельзя поделать, вы ошибаетесь. Нужно не просто знать, как снизить холестерин, но и как снижать холестерин всю вашу жизнь. Высокий уровень холестерина, к сожалению, портит состояние сосудов. У вас есть выбор. Либо вы регулярно, как на работу, ходите к сосудистому хирургу. Он определяет состояние артериального звена сосудистого русла на предмет наличия атеросклеротических бляшек, угрожающих вашему здоровью и жизни. Либо вы используете правильные средства, чтобы снижать уровень холестерина в крови всю вашу жизнь и находиться в состоянии безопасности. Исмененные атеросклеротической бляшкой сосуды всегда создают угрозу. Либо инфаркт, либо инсульт. Все зависит от того, где будет поврежден сосуд. Вне зависимости от того, какие у вас сейчас сосуды, чем ниже уровень холестерина, тем меньше риск для вашей жизни. И в этом видео я вам расскажу про один известный и старинный способ снижения уровня холестерина с коррекцией диетолога Скачко. Более 30 лет врачебной практики я учел ошибки многих своих бывших пациентов, которые они совершали, к сожалению, всего один раз в жизни. Используя эту известную настойку. И об этих ошибках я расскажу вам. Раскрою свои секреты диетолога. А как вы с ними поступите, что вы будете делать дальше. Это уже, как говорится, ваш выбор. Итак, что нужно делать? Известный рецепт. Это настойка чеснока. Нужен чеснок. Нужен спирт, содержащий жидкость. И нужен в рецепте был стакан молока. Что нужно делать? В какой последовательности нужно совершать правильные действия? 5000 лет назад на глиняных табличках было написано. И экспедиция ЮНЕСКО еще в прошлом веке нашла и раскрыла этот важный секрет. Там было написано примерно следующее. Берете 400 грамм очищенного чеснока. Измельчаете в ступке пестиком до кашицеобразного состояния. Далее смешиваете со спирт, содержащий жидкостью. Укупориваете. При периодическом встряхивании или перемешивании настаиваете в темном прохладном месте две недели. Процедили, отжали. И используете каплями по системе. Система известна. Начинаете с одной капли в столовой ложке необезжиренного молока. Три раза в день. Второй день. Две капли. Поднимаете до 25 капель. Потом спускаетесь на ноль. Потом поднимаете вновь до 25-30 капель. И используете до окончания этого средства. Когда настойка чеснока закончилась. Вы свои сосуды, состояние сосудов улучшили. И в этом рецепте советовали так поступать один раз в пять лет. Диетолог Скачко за 30 лет врачебной практики опубликовал более 50 книг и брошюр. Самое важное в этом случае это секреты здоровья. Или что делать, если у вас есть печень и почки. Ее предшественница книга. Что делать, если у вас есть печень. В любом случае, эта информация вам важна. Для того, чтобы снижать, не снизить холестерин. Снизить холестерин это как украть. Украл? Получи. Нужно регулярно снижать уровень холестерин. Держать его в безопасной зоне. В этом случае ваши сосуды будут. Вне опасности. Более того. При снижении уровня холестерина правильно у вас будет и системное артериальное давление. На более низких цифрах обеспечивать ваш обмен веществ. Просто холестерин в крови. Чем его больше, тем выше вязкость крови. Больше нагрузка на сердечную мышцу. Иными словами, вы этот бонус тоже получите. Если будете делать правильно. А как же правильно с точки зрения диетолога Скачко? Первично хочу вам напомнить. Что это рецепт. Древний рецепт. Сохранение или поддержание молодости. А не омоложение. Иными словами, если ваше сердечно сосуде со системой уже в не самом хорошем состоянии. Этот рецепт может вам навредить. И опыт некоторых моих пациентов, бывших пациентов, этому свидетельства. Многие, просто используя как рецепт омоложения, теряли свою жизнь. Об этом я расскажу чуть дальше в видео. Почему и как. А в рецепте заложен тест. Первый тест, который вам нужно пройти. Вам нужно лично измельчить 400 грамм чеснока в посуде. Это тест, который проверяет вашу молодость. Ваш уровень физической активности. И косвенно способность вашей сердечно-сосудистой системы обеспечивать достаточно серьезную нагрузку. Если вы можете самостоятельно за один подход измельчить до кашицеобразного состояния ступкой, пестиком в ступке, 400 грамм чеснока. Вы можете этот рецепт использовать для себя. Сегодня современные средства позволяют добыть сок чеснока проще. Самый простой вариант обычная чеснокодавилка. Раздавили чеснок. Тут, конечно, любой уровень здоровья вам позволит получить массу чеснока для настаивания в спирте. Что вам делать, если вы именно таким способом хотите приготовить настойку чеснока? Я вам расскажу чуть дальше в видео. Вы об этом узнаете. Можно использовать соковыжиманку. Разница существенная. Ближе к древнему рецепту чеснокодавилка. После этого спирт, содержащий жидкость, с содержанием спирта примерно 40 градусов. То есть обычная водка может быть. Это принципиальное условие. Ни в коем случае не спирт высокой концентрации. Более высокие концентрации спирта оказывают дубящее действие. И меньше биологических веществ попадет в настойку. 40 градусов, самое оно, однинаковое количество масса измельченного чеснока и водка. Настаиваете в укупоренной емкости, в темном прохладном месте. Две недели получаете настойку. Процедили, отжали. Дальше использовать по системе доктора Скачко. Древний рецепт. Напомню ему 5000 лет. За 5000 лет уровень здоровья людей несколько изменился. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому там можно было использовать теми дозами, которые я обозначил. До серьезных нарушений в сосудах в виде атеросклероза. В то время они, во-первых, возникали в возрасте 70-80 и далее лет. До этого возраста доживали немногие. Доживали единицы. Сегодня долгожительство – это уже норма. Если вы знаете, как правильно вести здоровый образ жизни. И вот здесь опасность этой настойки резко увеличивается. Поэтому в вашем случае, в современных условиях, кое-что нужно менять. Опять-таки, учитывая врачебный опыт. Итак, если вы хотите более быстрым способом получить настойку, не вопрос. Соковыжималка. Сок чеснока. Сложно его назвать соком. Это такая густая маслянистая жидкость. Которую вы смешиваете с спирт, содержащий жидкостью, в пропорции такой, чтобы финальная концентрация спирта была не меньше 20 градусов. Почему именно так? Меньшая концентрация спирта не обладает консервирующими свойствами. А 20 градусов и несколько выше – тут не имеет значения. Вы сок фиксируете любой спирт, содержащий жидкостью. Можно и чистым спиртом. Можно и водкой в соотношении 1 к 1. Одна часть сока и одна часть водки. Тут уже, как говорится, выбор ваш. И в этом случае вы настойку можете хранить более длительное время. Как правильно использовать? В первоисточнике звучало молоко. К сожалению, уровень здоровья современников снизился. И у многих есть лактазная недостаточность. И, казалось бы, рецепт неисполним. Здесь вам нужен еще один секрет диетолога-скачков. Вы можете с успехом заменить молоко на простоквашу, кефир, тан, айран, кумыс, йогурт. Любой кисломолочный продукт, в котором молочный сахар расщеплен до молочной кислоты бактериями. И продукт стал продуктом кисломолочным. В этом случае, даже при лактазной недостаточности, этот рецепт можно использовать. Далее, количество капель. В первоисточнике я уже сказал, что советует диетолог скачков. Советует диетолог скачков следующее. Да, вы должны, вы не обезжиренный кисломолочный, либо молочный продукт, добавлять настойку чеснока. Первый день по одной капле. Используйте пять раз в день, минут за 10-15 до еды. Второй день по две капли. Вы, столовые ложки молока, кефира, кумыса, айрана, простоквашить, что хотите, пять раз в день за 10-15 минут до еды. Третий день по три капли, пять раз в день. А что делать дальше? А продолжайте находиться на этой дозе. Вам нужно не снизить уровень холестерина сегодня на сегодня, чтобы завтра получить хороший анализ. А снижать уровень холестерина, чтобы и завтра, и послезавтра, и через 10 лет у вас был хороший уровень холестерина в крови. И не развивался атеросклероз в сосудах. Напомню, очень дорогое удовольствие контролировать состояние сосудистого русла. Значительно дешевле правильно питаться и поддерживать уровень холестерина на оптимально низких цифрах. Почему говорю оптимально низких? Просто уровень холестерина выше 6 ммл. Это отраслероз сосудов. А уровень холестерина ниже 4 ммл. Это повышенный риск онкологических заболеваний. Такая книжка мной тоже опубликована. Если она вам нужна заказать, вы можете легко через интернет. Но нужно контролировать уровень холестерина правильно. Более значительное количество капель я бы вам не советовал использовать. По той простой причине, что в отдаленной перспективе даже такая доза прекрасно работает. Прекрасно помогает вам снижать и контролировать уровень холестерина на оптимальном значении. А более высокие дозы к чему могут привести? И чеснок сам по себе. И кисломолочный продукт. Не лишенный жира. Это желчегонная нагрузка. И более значительная доза может провоцировать сильный желчегонный эффект. Если вы не знали, что у вас есть желчекаменная болезнь, а каждый третий взрослый человек имеет камни в желчном пузыре, чаще это женщины, то может быть обострение желчекаменной болезни. И начав очищать сосуды, либо поддерживать сосуды в хорошем состоянии неправильно, вы получаете как минимум вот эту проблему. И вам хирург-гипотолог расскажет ваши ошибки, вашего образа жизни. Если вы не учли рекомендации и полезные советы диетолога Скачко. Что может быть еще, если вы принимаете настойку чеснока в более значительных количествах? А может быть еще и мочегонный эффект? Почки тоже могут реагировать на большое количество чеснока. И уже хирург-уролог расскажет вам, как вы не обдуманно решили вылечить свои почки, избавиться от мочекаменной болезни. Либо от солевого диатеза может вам тоже рассказать врач уролог по поводу обострения цистита, простатита, уритрита. В зависимости от того, какой набор органов у вас есть, в зависимости от вашего пола. Используя настойку чеснока правильно в малых дозах, вы и в этом случае улучшите работу почек без обострения тех заболеваний, которые вы имеете. Иными словами, качество жизни будет лучше и продолжительность жизни тоже у вас в перспективе будет оптимальной. Чего еще вы можете лишиться в этом случае? А при исследовании сосудов, если вы это делали, или если вы не делали, рассчитывая на русская овось, в сосудах могут быть бляшки, атеросклеротические, маленькие, незаметные, на которые не обратили внимания. И большие дозы настойки чеснока, все хотят, чтобы бляшку размывало. Они могут вот здесь подорвать ее. Она может оторваться. И у вас появляются две проблемы. В месте, где была бляшка, бляшка выполняла роль пластыря. Сосуд стал более тонким. И у вас появляется проблема. Любое артериальное давление может здесь вызвать механическое разрушение сосуда. И сосудистая катастрофа в этом месте. А если элементы бляшки будут не размываться постепенно и выделяться благодаря хорошей работе печени, почему и нужно использовать настойку пять раз в день? Для того, чтобы помочь печени правильно выводить холестерин. Потому что это единственный орган, который может выводить окисленный холестерин из сыворотки крови, из вашего организма в том числе. Это работа печени. Так вот, если бляшечка, элементы бляшки будут не растворяться, а какой-то отрыв произойдет, то перекрывается сосуд более мелкого калибра. Если в первоисточнике попало в любую из трех коронарных артерий, то развивается инфаркт. Причем достаточно взрослый. Если из любой из двух сонных артерий бляшка вдруг таким образом удалилась, вы очистили сосуд. Вот очистить сосуды. Если вам кто-то рассказывает, что я вам буду очищать сосуды, бегите. Если успеете. Потому что это опасное для жизни состояние. Разрыв, отрыв элемента бляшки в сонных артериях – это инсульт. Слева, справа, тут уже, как говорится, кому как повезет. Но! Я бы не советовал таким образом экспериментировать со своим здоровьем. Поэтому никакие не 30 капель и не более значительное количество настойки чеснока. А 2-3 капли. Вы в молоке, либо кисломолочном продукте. И вы получаете постепенное снижение уровня холестерина в крови и безопасность для вашей жизни. Если у вас и на этом количестве капель появится боль в области сердца. Я вас понимаю. Там была не самая простая ситуация с сосудами. Я бы советовал вам даже это количество капель убрать. Пусть настойка постоит, подождет следующего периода времени. А вам нужно заняться своим здоровьем, правильным питанием. Чтобы обеспечить правильную работу сердечной мышцы. Одно из видео на моем канале. 4 смертельно опасных ошибки. Ошибка номер 1. Вы просто не знали, как обеспечить правильное питание сердечной мышцы. И настойка чеснока вам на это указала. Чаще всего именно такой результат получают те, кто не мог приготовить настойку чеснока. Выжать весь сок из 400 грамм цельного чеснока. То есть вы не проходили тот тест первый. И в этом случае я бы советовал вам обратиться к кардиологу. Сделать как минимум электрокардиограмму. А как максимум велоэргометрию. Второе исследование более информативно. Потому что снимается та же электрокардиограмма. Измеряется частота пульса и уровень артериального давления. А вы в это время выполняете дозированную физическую нагрузку. И врач-кардиолог смотрит. Переносимость физической нагрузки у вас лично. И вопрос. Выкрутите вы все 100% нагрузки, которые положены по вашему полу и возрасту. Или вас остановят на ранних стадиях. Зависит от того, в каком состоянии была ваша сердечно-сосудистая система. Если вы настойку чеснока использовали правильно с молодых лет. И берегли свои сосуды. Я вас уверяю. Скорее всего, эта причина не будет поводом для врача-кардиолога остановить исследование досрочно. Скорее всего, вы выкрутите все, что вам положено. А вот если вы хотите вдруг заняться здоровым образом жизни. И таким волшебным способом попытаться очистить свои сосуды. То о тех последствиях, на которые вы можете попасть, я уже в этом видео рассказал. Вернитесь к началу видео. Пересмотрите, перемотайте. И вы поймете, как все это сделать. Какие ошибки вы можете, могли бы допустить. Лучше бы не допускать. Предупрежден, вооружен. А как повысить эффективность приема этой настойки? Ну, видимо, либо глиняных табличек не хватило. Либо уровень знаний еще был в то время недостаточен. Для того, чтобы более эффективно выводить холестерин из вашего организма. Просто настойка чеснока обеспечивает движение холестерина из кровеносной системы. Через хорошую работу печени. Через желчный пузырь, у кого есть, у кого нет транзитом. Вы просвет кишечника. А дальше окисленный холестерин может сосаться обратно. И пойти на второй круг. Конечно же, таким образом заниматься лечением можно. Но я бы советовал этот круг патологический. Движение окисленного холестерина разорвать. И в принципе, это сделать не сложно. Если в питании у вас находится один из сорбентов, который можно использовать годами и десятилетиями. Это яблоко. Пектины яблока прекрасные сорбенты. Прекрасно связывают и окисленный холестерин, и пестициды, и гербициды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Все что угодно. Прекрасный сорбент. Но если вы знаете, как яблоко использовать правильно. Если вы хотите заниматься имитацией здорового образа жизни, тогда вы используете яблоки в сыром виде. А если вам реально нужно очистить свой организм от избытка холестерина, не вопрос. Тогда вы снимаете с яблока кожицу, удаляете семена и либо запекаете, либо в отварном виде яблоки, в виде компота. Ну, когда вы запекаете яблоки, кожицу можно оставить. Желательно ее не есть. Все-таки на поверхности яблок, когда вы потрете яблочко, оно блестит. А зимние яблоки блестят прекрасно. Блеск дает воск, который находится на поверхности яблока и обеспечивает его более-менее длительное хранение. Предупреждаю, высыхание. Вот этот воск прекрасно с помощью желчи растворяется, попадает в кровь, попадает к вашей печени, и, к сожалению, там может остаться. Если вы кушаете яблоки неправильно, то элементы жирового гепатоза в печени можно найти. Вам вновь нужно знать, что делать, если у вас есть как минимум печень. А лучше, что делать, если у вас есть и почки. Два фильтра лучше работают, если их правильно использовать, чем каждый по отдельности. Если вы не знаете, как правильно пить воду. Такие видео, кстати, на моих каналах есть. Наберите. Вы будете удивлены, что воду, оказывается, пить не нужно. Правильно пить воду, это не пить воду. А пить несколько иное. Найдете в моих видео. Если вы не регулярный посетитель моего канала, посмотрите. Это вам тоже принесет много удовольствия и сохранит здоровье и ваши деньги. Что делать еще можно? Как более активно заниматься профилактикой атеросклероза в сосудах? Яблоко это пассивная защита. А если у вас, среди ваших кровных родственников, более старших, атеросклероз уже есть. И вы не хотите пойти по этому пути. Вы хотите предупредить атеросклероз? Не вопрос. Тогда в рационе у вас должен быть еще один интересный продукт питания. Очень непростой. Очень часто почему-то его используют незаслуженно в малых количествах. Не знаю почему. Я советую использовать чаще. Хотя бы один раз в день. Это морковь. Морковь прекрасный. Не только сорбент. Тоже в термически обработанном виде. Но и содержит бета-каротин. Который легко разлагается при термической обработке на две молекулы витамина А. Способные тут же к всасыванию. Они прекрасно берегут ваши сосуды от атеросклероза. Одновременно обладают противораковыми свойствами. И вам уже меньше нужно думать про профилактику рака. Одновременно помогают улучшить зрение. И вам меньше нужно думать, как обеспечить работу печени. Которая показывает от работы которой зависит ваше зрение. Витамина укрепляют иммунную систему. Улучшают работу пищеварительной системы. То есть иными словами морковь должна быть в рационе человека, который стремится вести здоровый образ жизни практически регулярно. Однако если у вас есть склонность к запору, только эти компоненты вам не дадут полный эффект. Есть еще один компонент, который у людей склонных к запору должен быть регулярно в питании. Иначе при атеросклерозе сосудов, когда вы тужитесь в туалете, там очень легко умереть. Сердце и сосуды могут не выдержать. А с этим компонентом вы легко получите результат без риска для вашего здоровья и вашей жизни. Это свекла красная. Я бы тоже советовал ее использовать в рационе регулярно. Она также содержит провитамины А и тоже помогает беречь сосуды. Но ее клетчатка достаточно грубая. Помогает активно перемещать содержимое по кишечнику, связывая по дороге как и другие ингредиенты и холестерин, и соли тяжелых металлов, и радионуклиды, и другие опасности. Важно только готовить их правильно, подготовить их правильно для того, чтобы получить максимальный результат. и если вы используете вот все эти полезные советы и секреты диетолога, то я думаю, что снижение уровня холестерина будет не сегодня на сегодня, а на более длительное время. Ваши сосуды будут в безопасности, ваша сердечная сосудистая система будет работать лучше, а вы жить дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья! и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Можете поставить на него лайк, можете сделать репост, можете написать в комментариях, что вы не знали, как вот такими простыми средствами можно реально снижать холестерин. Может быть, у вас есть свои какие-то дополнения к этим рекомендациям. Напишите в видео, возможно, вы знаете результаты применения настойки чеснока в больших дозах от ваших знакомых. И чем это закончилось? Тоже будет интересно. Иными словами, свое мнение можете выражать в комментариях. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это Ютуб. А также Школа Доктора Скачко в Инстаграм. И несколько кулинарных каналов есть в интернете. Посмотрите. Там более емко собрана информация именно о правильном питании. В принципе, и это видео тоже о правильном питании, которое помогает вам сохранять здоровье и вашу жизнь.